МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Чиновник сбил 53-летнюю женщину. Виновником ДТП оказался госслужащий. Акимобласть жестко раскритиковала работу городских исполнительных органов. Жас-Отам прошелся по безработным. Чиновничья ошибка. Начальник областного управления энергетики ЖКХ Ирлан Утешев в нетрезвом состоянии стал инициатором крупного ДТП. Сотрудник Акимата выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя авто. В результате аварии, которая случилась в ночь с пятницы на субботу, пострадали четыре человека. Всех их с травмами доставили в областной медицинский центр. Как передает информационное агентство КАСТАК, женщина, которая находилась в легковушке от полученных травм, скончалась в реанимации. А вот чиновнику с места ДТП удалось скрыться. К слову, меньше всех пострадал сам Утешев. У него лишь сотрясение мозга. ВИП больного на следующий день после аварии посетили заместителя Акима города и сотрудники Акимата. Тем временем родные и близкие простились погибшей в ДТП Лизат Ташеновой. Женщину предали земле сегодня. Умершей было 53 года. Пострадавшая являлась женой и заместителя директора местного автопарка. Вместе со всеми с Лизат Ташеновой простились и наши журналисты. Подробнее в следующем материале. Прощались с Лизат Ташеновой в городской мечети. Проводить последний путь погибшую в автокатастрофе пришли родственники и близкие. Все они до сих пор не верят в случившееся. Не верят и в то, что виновник понесет наказание. Я хочу, чтобы этот человек или его родные, или кто его по земле носит, пусть он знает, что он ни одного человека убил, ни двух. Он убил всех нас, он убил нашу сестру, он убил мать детей своих, он убил бабушку, потому что он все убил. Успешный чиновник или злостный нарушитель правил дорожного движения? Кто он, Ерлан Утешев? Зачем должностное лицо покинуло место ДТП? И какое наказание ждет госслужащего? Намерены ли простить сотрудника Акимата родные умершие женщины? На все эти вопросы пыталась найти ответ Аида Ибраева. Жителям нашей области Ерлан Утешев знаком давно. В 2006-2007 годах он работал в аппарате Акима Караганды, в том числе начальником отдела анализа и координации вопросов жизнеобеспечения города. Потом его перевели в аппарат Акима Карагандинской области на должность сначала заведующего заместителем, организационно-инспекторским отделом, а потом заведующего. С февраля 2009 по 2011 год он был градоначальником Шахтинска. После того, как прежнее руководство разморозило Приозерск, его назначили Акимом этого города. А с ноября 2012 года Ерлан Утешев является начальником областного управления энергетики и коммунального хозяйства. Тем временем в ДВД области возбудили уголовное дело в отношении начальника областного управления энергетики и ЖКХ Ерлана Утешева, совершившего ДТП со смертельным исходом. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть». В результате ДТП пассажир автомашины «Тойота», женщина 53-х лет, с различными травмами, госпитализирована была в областном медицинский центр, которая скончалась. В возбужденном уголовное дело назначено ряд экспертиз, проводится расследование. Видеозапись с камеры Центра оперативного управления, органам дознания изъяты и приобщены материалом уголовного дела. Сейчас виновник ДТП находится в больнице, так как получил множественные травмы. Палаты ВИП больного охраняют неизвестные люди. По информации наших источников, это его родственники. Пройти к Утешеву практически невозможно. Между тем, родные умершие Лизат Ташеновы считают, что главный виновник ДТП может уйти от ответственности. Напомним, что Ирлан Утешев занимает должность начальника областного управления энергетики и ЖКХ. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Караганинский. Время рекламы. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Рабочий объезд. Акимобласти Бауржан Абдишев в рамках рабочей поездки побывал на Карагандинской ТЭЦ-3, где совсем недавно произошла крупная авария. Здесь Акимобласти ознакомился с ходом строительства котлоагрегата номер 8 и ходом реализации инвестиционной программы компании по развитию этого энергопредприятия до 2015 года. К слову, с начала отопительного сезона на Карагандинской ТЭЦ-3 из-за некачественного проведения ремонтных работ произошло 30 аварийных остановок котельного оборудования и 4 остановки турбин. Бауржан Абдишев остался недоволен состоянием теплоэнергоцентра. Поручил руководителям ТЭЦ-3 навести порядок, в том числе восстановить обрушившуюся кровлю, следить за состоянием оборудования и ежедневно делать обход предприятия. Отопительный сезон должен закончиться в штатном режиме, добавил глава региона. Между тем, после посещения ТЭЦ-3 Бауржан Абдишев жестко раскритиковал работу городских властей на общем совещании в Акимате Караганды. По словам Акимобласти, с работой не справляются как главы районов, так и коммунальные службы. Чем еще был недоволен глава региона в материале наших журналистов? Я готов каждый день вас гонять вот так вот. Получать нагоняй от Акима области, по словам самого Бауржана Абдишева, есть за что. Глава региона подверг критике работу городских государственных исполнительных органов. Взять в пример крупную аварию на ТЭЦ-3. Тогда без тепла, воды и света осталась большая часть Караганды. Конкретный вопрос прозвучал заместителю Акима города Алмасу Сулейменову, курирующего вопросы энергетики. Сколько раз на ТЭЦ-3 был? Затопительный сезон. Четыре раз. Но почему не смотрят, что там происходит? Почему на ТЭЦ в цехах, в бардане? Все везде течет, грязь и так далее. Я сегодня говорил на Биаркене. Не было такого на ТЭЦ. Между тем, Аким города Мирам Смогулов отметил, что с начала топительного сезона на Карагандинской ТЭЦ из-за некачественного проведения ремонтных работ произошло несколько десятков аварийных остановок оборудования. В течение указанного периода на ТЭЦ-3 не выдерживался неснижаемый запас угля, так как вместо положенных 30 дней доходил запас до 10 дней даже. Затопительный сезон не выдерживался температурный график. В декабре месяц недоторг состоял 19 дней. И в мае 9 дней. Кстати, все еще остается открытым вопрос уборки снега на территории города. Активно избавляться от снега глава региона поручил еще две недели назад. Сегодня можно подводить итоги. К слову, работа коммунальщиков Волжана Абдишева по-прежнему не удовлетворяет. Проблемы нехватки техники и персонала так и остаются нерешенными, в то время как снег сам убираться не собирается. Не видно, что по городу весьменно работаете. Я что, думаете, не ездил по городу ночью, что ли, не смотрю? А ведь не за горами паводковый период. Градоначальник отчитался, работа по предотвращению неприятных последствий обильных снегопадов ведется, в том числе в частном секторе, который наиболее подвержен затоплению. Вывоз с 14-го числа начат с этих улиц. Значит, мы проводим подводный охот, население поднимаем, предупреждаем, чтобы снег увозили. Те, кто не может, выносит на дорогу, мы вывозим. Работа местных исполнительных органов города не систематизирована. Подытожил глава региона, дав ряд поручений ответственным лицам, в том числе по недопущению остановок оборудования на городских ТЭЦ, обеспечению их нормативным запасом топлива, а также продолжению работы по уборке снега и благоустройству города. Я еще раз призываю всех встрепенуться, давайте мы начнем активно работать. Все можно организовать при желании, если будет системная работа. Системной работы нету, с бизнесом, со всеми другими учреждениями никто не работает. Привыкли все из-под палки, чтобы каждый день кричали, тыкали. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде молодые партийцы прошлись по безработным. Жасатановцы провели очередной рейд, на этот раз с теми, кто трудится нелегально. По информации самих же организаторов акции, в области более 17 тысяч безработных молодых людей. Однако это только официально зарегистрированные цифры. Как юные чиновники вышли в народ, в следующем материале. На сегодня главной проблемой для молодежи является безработица. Вместо того, чтобы обратиться в правительственные органы, они предпочитают оставаться безработными или же искать легкие пути для заработка. По словам представителей молодежного крыла Жасатан, нынешняя молодежь плохо осведомлена о государственных программах, которые, в свою очередь, могут помочь им. Будем выезжать сюда и будем общаться с молодежью. И хотим их собрать, чтобы им объяснили по доступности программы «Доступное жилье-2020» и программы «Заняц-2020». Им будем объяснять. Влюбленные на льду. Карагандинским парам удалось провести День Святого Валентина романтично и креативно. Более 50 пар собрались в Ледовом дворце Акжалтай, чтобы незабываемо провести этот день. Тем временем организатором фееричного шоу для молодых выступил развлекательный центр «Мини-Пух». Подробнее в репортажах Нурилы Туржан. Не секрет, что в День Святого Валентина влюбленные пары всячески стараются удивить друг друга. Это и цветами, и дорогими подарками, и романтическими ужинами. А вот некоторые из них подходят к этому делу более креативно. Так, одна из влюбленных пар решила провести свой вечер необычно. Сегодня мы специально пришли на День Святого Валентина, чтобы отметить этот праздник. Студия развлекательного центра «Мини-Пух» подарили карагандинским влюбленным массу позитивных эмоций. Они, в свою очередь, организовали данное мероприятие. В программу фееричного шоу вошли всевозможные конкурсы и подарки. Сегодня мы решили организовать День влюбленных, чтобы для молодежи это прошло не как обычно, а это чтобы было интересно, креативно и романтично. На льду признание в любви, конкурсы, подарки, конечно же, от многих ресторанов нашего города. Столичный цирк в Караганде. Маленьким жителям шахтерской столицы гости продемонстрировали акробатические трюки, пластический этюд, а также представления с далматинцами. Искусством шоу наслаждался и наш корреспондент. Столичный цирк просто поразил собравшихся зрителей своей искрометной, зажигательной и просто блестящей программой. Даже взрослые, не стесняясь, восхищались артистами. Что уж говорить про детей, которых среди зрителей, конечно же, было большинство. Дарья Абдулхасова продемонстрировала свое искусство в воздухе. К данному номеру она готовилась около двух лет. Это вообще была идея нашего самого первого тренера Талгата Альчакенова. Он мечтал такой номер создать. И, конечно, немало трудов мы вложили. Наслаждался творчеством столичного цирка и 10-летний Роман. Сюда он приходит с удовольствием. Мечта Романа – стать известным дрессировщиком. Мне больше всего понравилось представление, где две девушки дрессировали голубей, а они катались на шару. Моя любимая мечта – это попутешествовать по миру и дрессировать животных. Акробаты, клоуны, гимнасты, животные. Практически в программе любого цирка такие номера присутствуют. Но мало кто может похвастаться таким мастерством, как столичный. А ведь в репертуаре цирка есть уникальный номер. Это русская палка. Братья Азизовы продемонстрировали свое творчество на высоте 6 метров. Этот номер заключается необычно всего в том, что выполняются отрывные трюки акробатические на высоте 5-6 метров с приземлением обратно же на эту палку. Она шириной всего лишь 20 сантиметров. Необычность в том, что нужно выпрыгнуть на такую высоту, скрутить элемент и обратно приземлиться. Приземлиться сложно. В шоу работают и заслуженные артисты, и совсем молодые ребята. Вот, например, дрессировщица Герим Тлегенова. 23-летняя Герим еще студентка в ВУЗа. Однако уже работает в основной программе, и ее номер с далматинцами имеет неизменный успех. С далматинцами, ну, они вообще трудно подают дрессоре. Ну, я думаю, это от дрессировщика зависит. Как ты направишь собаку, она так и пойдет. Ну, они такие гиперактивные. Вот, именно я только с далматинцами работаю, поэтому. Бывают другие собаки. Более умнее, быстро, талантливые, сразу схватывают. А далматинцы такие, им надо играть с ними, без конца бегать туда-сюда, чтобы им это было интересно. Не заставлять их, чтобы они сами работали самостоятельно. Есть никаких причин, чтобы они нормально, хорошо отработали. Как отмечают столичные гости, в ближайшее время они представят юным жителям города еще более интересную программу. Так что ждем премьеры. Мирангус Алкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. С новостями спорта вас познакомит наш спортивный обозреватель Берий Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. В Караганде в спорткомплексе Батыр стартовал чемпионат области по борьбе грепплинг среди мужчин и женщин разных возрастов. В соревнованиях помимо карагандинцев принимали участие спортсмены из Жизказгана, Балхаша, Шахтинска, Тимиртау и Жанаркинского района. Призеры турнира, которые проводятся по правилам Международной Федерации Объединенных Стилей Борьбы, получат право выступать на чемпионате Республики. Впервые участвую по таким соревнованиям, как грепплинг. Интересно. Хорошая организация соревнований. Участников тоже много в Караганде. Сейчас развитие именно таких смешанных видов спорта, как грепплинг и смешанные единоборцы. Сами выступления нравятся. Первую схватку отборолся, выиграл. Дальше посмотрим. Хорошая вообще организация. И участников много. Со всей области практически. Сильные ребята приехали. Сборная Казахстана по боксу не оставила шансов соперникам на турнире четырех, проходившем в Астане. Турнир из представителей четырех стран, в котором принимали участие Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Украина, завершился уверенной победой Казахстана. Со счетом 9-1 был повержен Азербайджан. 8-2 Узбекистан. И неожиданно легко была добыта победа над сборной Украины. 9-1. Предполагалось, что поединки с украинскими спортсменами станут самыми сложными. Однако национальная команда справилась с соперником почти в сухую. Единственное поражение потерпел Жанебек Алимханулы в весовой категории до 75 килограммов. В Киеве прошел 19-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин. В первенстве принимали участие около 300 сильнейших борцов из России, США, Азербайджана, Грузии, Турции и других стран. Киевский турнир является одним из главных этапов отбора на чемпионат Европы. От Карагандинской области в соревнованиях приняли участие Бармидзе Цотне, Османов Сейфаддин, Толюкенов Дамир и Сыздыкова Эльмира. На данном этапе Цотне Барамидзе удалось завоевать серебряную медаль в весовой категории 74 килограмма. А Сыздыкова Эльмира заняла итоговое пятое место. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. И не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман Сау, Болнездар. Редактор субтитров А.Семкин